В этом году свой профессиональный праздник представили дорожные и транспортные сферы, встретили с хорошими результатами. Регион вошел в число лучших, где ремонт дорожного полотна выполнен в срок и на высоком уровне. Ну а их качество напрямую влияет на работу пассажирского транспорта, который в этом году пережил тоже серьезные изменения. Документ в руках этой хрупкой женщины – вполне объективная оценка работы специалиста, за плечами которого автодорожный институт, практика, а потом 10 лет работы на родном предприятии. Анна признается, знает каждую ступеньку и царапину на стене организации. Непростая работа с людьми и нравится. Каждый день она выпускает в рейсы пассажирские автобусы, работает с недовольными пассажирами и помогает решить проблемы безналичной оплаты проезда. Отмечает, как бы сложно ни было, никогда не хотелось менять профессию. Я думаю, что мы стоим на пути такого шага вперед, шага инновационных технологий, к тому, чтобы жизнь наша стала немножечко проще, лучше, легче и интереснее. Тамбовская область в этом году совершила дорожную революцию. Так окрестили ремонт городских и федеральных трасс региона СМИ. За год удалось восстановить около 100 километров дорог. Еще одно достижение – успешный запуск безналичной системы оплаты проезда в общественном транспорте области. Как отметил на празднике вице-губернатор, в регионе и дальше будут внедрять передовые технологии. Но главной ценностью отраслей останется человек. Не будет интеллектуальный ум беседовать с пассажиром, рассказывать какие-нибудь интересные истории. Никто не открутит колесо, не заменит колесо у машины. Никто не приведет в порядок то транспортное средство, на которое мы передвигаемся. За всеми этими делами стоит большой и огромный человеческий труд. За рулем родного ЗИЛа Владимир уже 33 года. Знает его как свои пять пальцев и никогда не думал о том, что может работать где-то еще. Рулить научился в 9 лет, когда бывал в деревне. В армии тоже сел за баранку, но после службы вернулся в Тамбов уже профессионалом. Здесь с 2006 года трудится в коммунальном хозяйстве. Она и летом, и зимой сложна все равно. Обстановка в городе, движение, большое движение в основном. А так, особенно низкие. Благодарственные грамоты, письма от руководства отраслевых управлений и главы региона сегодня получили более 100 специалистов. Сегодня вечером они поднимут фужеры за успешную работу и новые планы на будущий год, которые уже сформированы. Прогнозировать они не любят, но если все удастся, наш регион может стать одним из лучших по развитию дорожной инфраструктуры. Дмитрий Шапкин, Евгений Михеев, Александр Кобзарев. Область новостей.